Медсестра Хильдегард Лехерт, осенью 1942 года в возрасте 22 лет, поступившая на службу в концентрационный лагерь Майданок в Польше, сразу же сменила врачебный халат на спецодежду надзирательницы СС. За годы войны, успевшая поработать еще и в лагерях смерти Освенцы, Маутхаузен и Больцана, безжалостная фрау Лехерт за свою изощренную жестокость удостоилась прозвища «Кровавая Бригида». Убежденная фашистка Хильдегард, чувствуя свое превосходство над узниками концлагерей, не ограничивалась моральным унижением заключенных, а получала истинное удовольствие, переходя за рамки человечности. Пособничая в убийстве около 1200 людей, виновных лишь в том, что они не являлись чистокровными немцами, она ни разу не раскаялась в содеянных зверствах, без эмоций слушая на судах показания свидетелей и добытые прокурором доказательства ее кровожадных преступлений. По воспоминаниям бывшего узника концлагеря Генриха Островски, Лехерт, впадая в бешенство, избивала бесправных арестантов хлыстом до тех пор, пока они не истекали кровью, умирая в страшных муках. Другим ее орудием пыток были надрессированные овчарки, которых она натравливала на беременных женщин, получая наслаждение от лицезрения картины, как остервенелые животные терзают и разрывают на клочья плость бедных мучениц и убивают их нерожденных детей. Садистка Лехерт топила в нечистотах работниц, убиравших выгребные ямы от хужих мест и с болезненным ажиотажем выхватывала из рук матерей малышей, которых швыряла в грузовики, отвозившие узников в газовые камеры. Впервые о военных преступлениях Хельдегард заговорили в ноябре 1947 года, когда начался судебный процесс в Кракове, где она вместе с 40 другими надзирательницами нацистских лагерей, делила скамью подсудимых. В этот раз признанную виновной во множестве бесчеловечных злодеяний Лехерт приговорили к 15 годам тюрьмы. Смягчению приговора способствовал факт наличия у нее троих малолетних детей. Отсидев всего 9 лет из положенного ей сорока, Лехерт вышла на свободу. А спустя 19 лет вновь стала фигурантом дела о Майданоке, проходившем в Дюссельдорфе на протяжении 5 лет. В конечном итоге судья, не удовлетворив восьмикратные требования прокурора о пожизненном заключении, вынес приговор, ограничивавший ее свободу всего на 12 лет. Однако и их Хельдегард не пришлось коротать за колючей проволокой, так как ей был зачтен польский тюремный срок и 5 лет предварительного заключения в Западной Германии. Спустя годы стало известно, что в 1956 году, сразу после освобождения из польской тюрьмы, выдворенная из Восточной Европы в Берлин Лехерт, попала в лагерь неотложной помощи Мариенфельде, где была завербована агентами ЦРУ. Их нисколько не смущало ее преступное нацистское прошлое. В разгар холодной войны были хороши все методы ведения боя, а потому находившаяся длительное время на вражеской стороне пособница Гитлера, которую, по ее словам, хотели привлечь в качестве информатора польские спецслужбы, быстро нашла работу. Получая неплохое жалование, Лехерт, официально числившаяся вахтершей в борделе, поначалу беспрекословно выполняла все требования и предписания ЦРУ. Однако весной 1957 года Хильдегард, в характеристике которой было указано, что положительные для агента качества она приобрела благодаря обучению в СС, нарушила правила работы, явившись без вызова в американское посольство и рассказав его сотрудникам о своей тайной миссии. После этого инцидента Лехерт была переведена из ЦРУ в организованную в западном Берлине структуру ФРС, где она сначала очаровала немцев, а затем была уволена по той же причине. Свой кровавый земной путь Хильдегард Лехерт окончила в Берлине, скончавшись в возрасте 75 лет. Глядя на фотографии этой миловидной улыбчивой женщины, сложно поверить, что это именно ее прозвали бухенвальдской ведьмой и что она повинна в изощренных издевательствах и убийствах десятков тысяч людей. Но тем не менее это так. Ильза Келлер Появилась на свет 22 сентября 1906 года в Дрездене, в семье рабочего. В 15 лет она поступила в школу бухгалтеров, работала в бухгалтерии, а затем в библиотеке. В 1932 году девушка вступила в национал-социалистическую немецкую рабочую партию, а в 1934-м встретила штандартенфюрера Карла Отто Коха. Два года спустя они поженились. В 1936 году Ильза, которая теперь носила фамилию мужа, Кох стала работать секретарем и одновременно охранницей в концлагере Заксенхаузен под Берлином, куда Карл Кох в свою очередь устроился комендантом. Так началась их карьера на этом поприще. В 1937-м Карла Коха назначили на должность коменданта лагеря Бухенвальд. Тут-то Ильза впервые показала себя во всей красе. Прогуливаясь по лагерю, она могла просто так, ни за что, ударить любого узника кнутом или плеткой и даже натравить на него свою овчарку. Но это еще далеко не самое страшное. Рассказывали, что Ильза приказывала раздевать заключенных догола и рассматривала их тело на предмет татуировок. Татуированных узников отправляли в медчасть, делали им смертельные инъекции, а затем в анатомичке снимали с них кожу и тщательно ее обрабатывали. Из нее фрау Кох собственноручно изготавливала различные поделки. Перчатки, сумочки, переплеты для книг, абажуры и скатерти. Так эта женщина заслужила свое главное прозвище – Бухенвальская ведьма. Или, как ее еще называли, Бухенвальская сука. Муж во всем ее поддерживал и был также участником зверств. Например, оба они обожали избивать своих жертв бичом с кусками острой бритвы. За нарушение порядка в концлагере узникам калечили пальцы тисками и клеймили им кожу раскаленным железом. В 1941 году Ильза стала старшим надзирателем среди охранниц женщин. Она частенько хвасталась тем, как пытала заключенных, а также сувенирами из человеческой кожи перед коллегами. В конце концов информация о том, чем занимается супружеская чета Кохов, дошла до вышестоящего руководства. Кохи были арестованы. Их судили за чрезмерную жестокость и моральное разложение. Но супругам удалось обелить себя, заявив, что они стали жертвами оговора со стороны недоброжелателей. В сентябре того же года Карла Коха назначили комендантом лагеря Майданок, где супруги продолжили свою садистскую деятельность. Но уже в июле следующего года Карла отстранили от должности, обвинив в коррупции. В 1943 году супруга Кох арестовала СС за убийство врача Вальтера Кремера и его ассистента. Дело в том, что медики лечили Карла Коха от сифилиса и могли об этом проговориться. В 1944 году состоялся суд. Кохов обвинили также в растрате и присвоении имущества заключенных. В нацистской Германии это являлось серьезным преступлением. В апреле 1945 года Карла расстреляли в Мюнхене, незадолго до того, как туда вошли американские войска. Ильзе удалось выйти сухой из воды, и она отправилась к родителям, в то время проживавшим в Людвигсбурге. Однако уже 30 июня 1945 года ее вновь арестовали. На этот раз американские военные. В 1947 году ее судили. Но Ильза наотрез отрицала все обвинения, твердя, что стала всего лишь жертвой режима. Не признавала она и факта использования человеческой кожи для поделок. Но против бухенвальдской ведьмы свидетельствовали сотни выживших бывших узников. Со зверства и убийства заключенных Кох приговорили к пожизненному заключению. Но несколько лет спустя она была освобождена по ходатайству генерала Люциуса Клея, исполнявшего обязанности военного коменданта американской оккупационной зоны в Германии. Он счел обвинения в том, что по приказу Ильзы Кох людей убивали, дабы изготовить из их кожи сувениры, недоказанными. Однако общественность не пожелала мириться с оправданием бухенвальдской ведьмы. В 1951 году суд Западной Германии вторично приговорил Ильзу Кох к пожизненному заключению. Она так и не выразила раскаяния в содеянном. 1 сентября 1967 года Ильза повесилась на простынях в камере баварской женской тюрьмы. В 1971 году ее выросший в приюте сын Уве, которого она родила в заключении от немецкого солдата, попытался восстановить доброе имя матери, обратившись в суд и прессу. Но у него ничего не получилось. Хотя имя Ильзы Кох так и не было забыто. В 1975 году они сняли фильм «Ильза. Волчица эсэс». На этом у меня все. Если видео было вам интересно, ставьте лайки и не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых интересных фильмах на канале «Однажды на земле». «Однажды на земле»